Итак, Аншабдуль, братья, сейчас я сделаю первый полный обзор Deus Exxon Reaction, поскольку, можно сказать, я прошел сейчас игру. Почему я до конца не смог пройти? Потому что я играю просто глючный образ, либо какая-то защита антипиратская стоит, то есть самый последний 15-й чаптор, где все уже ясно, всех уже убили вообще, там людей всех истребили на планете, можно так сказать, фактически. И вот это кольцо, вот это хэловское, прям вот это, ну однозначно последний уровень, там врагов нету, и все, и 60 часов играл, а то может и 100, то есть совершенно чудовищная продолжительность, и там, когда подходишь к этой двери боссу, все замирает, все, и извисает приставка, я два раза перезаписывал баланку, но все равно там вот эта хрень продолжается, то есть, ну все равно можно делать полный обзор, потому что весь геймплей, так сказать, я уже прошел, так сказать, то есть финальная заставка фактически осталась, может один босс там, вот, и мне совершенно поражает, вот, что вот первая рецензия на DLC Evolution был PC-геймер, поставил 97%, да, я взял, открыл рецензию, посмотрел, а эти сволочи, оказывается, играли 10 часов геймплея, вот эту вот первую версию, украденную бета-версию еще два месяца назад, это просто, как так ему можно зашквалиться, и я просто сам до сих пор в шоке, и еще называть, да, это обзором серьезного, когда игры, вот, то есть, эти жарафоны сидят не только в нашей стране, в всяких жароманиях, а также и на Западе тоже, а я всегда, когда делаю обзор, я прохожу игру, и после этого делаю, да, и причем делаю не один обзор, а некоторые игры по 50, по 100 обзоров я делаю, очень детальных, а это, я аудио-обзор, я вот эти, до выхода игры делаю, потому что незаконно укладывать геймплей, за это вообще посадить могут, вот, только больные бомжи вот этим занимаются, что воруют, нагло выкачивают, и показывают, как им похуй на закон, да, так вот, собственно, об игре, игра, собственно, обдуленно, она более чем оправдала все ожидания, и даже круче, чем ожидалось, то есть то, что мы увидели в этой бета-версии гребанной, это вообще 3 или 5 процентов всего геймплея игры, игра просто бездонная и бесконечная, насколько там сюжет развивается и все, то есть, что можно проще сказать об этой игре, это Металгерщина в чистом виде, только намного круче самой Металгерщины, то есть и все там и доведено до идеала, как геймплей, который вообще никакой в этом Металгере было, просто совершенно отвратительная тупость, а в 4 части там вообще никого у стелса не было, да, тут все просто обдуленно сделано, такого геймплея нигде нет хардкорного стелса, и это время как бы не бесит, да, вот как-то там, там ты тревогу поднял, там, сука, тебя тут же убили, ну, хотя это сейчас во все игры так делают, да, это вот раньше, вот в начало 2000-х годов, вот какой-нибудь Splinter Cell, и там три раза тебя заметили, и все, конец игры, тут, естественно, такого нет, но играть все равно сложно, то есть, если, а в других еще такая проблема, стелса хоть какой-нибудь хитман возьмите, то есть особой проблемы убить всех и не представляет, как сказать, то есть можно просто пойти и перестрелять, если тебя заметили, надоело прятаться, просто тут, тут играть сложно, да, если тебя заметили, ты хрен перестреляешь, то есть даже в Splinter Cell последним, и то можно всех просто перестрелять, тут реально все сложно, и компьютер как бы не читерит, там ничего, просто все так ирочисто, быстро тебя как бы убивают, и все, и как бы, ну, столько там всего крутого, все идеально сделано, меню только одно, что стоит, какое управление крутое, просто как на компьютере, это я по бета-версии знаю, так и на приставке, до идеала доведено, интерфейс до идеала доведен, ничего лишнего нету, ни одного предмета лишнего нету, там нет такого, как в играх, там, хоть Mass Effect первое, вообще, что там, куча всего, говна в кучу свалили, всяких предметов совершенно ненужных, которые все захламляют, тут, блин, тут сделали инвентарь в духе Resident Evil 4, а это самый крутой инвентарь, когда он ограничен, да, и постепенно ты его еще можешь увеличить апгрейдами, это очень круто, целая мини-игра, как сложить все, уместить в этот чемоданчик, это, кстати, один из лучших апгрейдов, там, увеличить в три раза, геймплей просто охрененный, причем, как стелс, так и шутер, самое лучшее оружие, естественно, пистолет, взлушительным, то есть, одно удовольствие из него убивать врагов, типичная Метал Герчина, просто, как вот этот в голову целится, еще прикручиваешь лазерный прицел, и совершенно другое оружие, дабы появляться уже до этого, у тебя прицел вообще какой-то голимый, даже непонятно, куда стреляешь, вот оружие все апгрейдится, причем любое, ну, оно достаточно хреново апгрейдится, просто обычная пушка берется и прикручивается к ней, так сказать, а вот оружие, вот, кстати, я забыл, а может там, кстати, я вот не заметил, может, если как бы ты проапградил пистолет, выбросил его, да, а потом новый нашел, он у тебя тоже будет проапгрейдить, вот это, кстати, я не обратил внимания на это, ну, собственно, всегда апградил пистолет, потом магнул, можно проапгрейдить взрывающийся патрона, который будет там роботов взрывать танки, то есть фактически, вот, то есть это как бы помимо того, что Metal Gashen, это еще Ghost in Chalet, то есть даже есть сцены из этого педофильского мультфильма, там, с этими роботами, даже они прямо оттуда срисованы, только они еще трансформируются, как Mass Effect, потому что это сейчас продвинуто, считается, потому что как этих роботов хранится, и просто совершенно открытые вот эти стены, вот дизайн совершенно охрененный, как открытых локациях и закрытых, эти заводы показаны все изнутри, да, и в одной игре так не показано, что гигантские фабрики по производству, гигантские склады, там, например, совершенно поражающая картина, там, вот этот город, вот Шанхай, и внизу как бы низкий, там, типа помойка, да, а потом, когда на лифте поднимаешься, видишь, что это как бы все находится под каким-то искусственным слоем земли, а в воздухе парит город вообще, сука, супер технологичный, гигантский, там, то есть вообще, там, деревья цветут, то есть такая хрень, там, понастроили, а в конце вот этот вот круг, вот этот хэл, это вообще в море, это еще в заставке ролики видно, да, выкопанная прям вата гигантская, то есть там размером с Манхэттен, просто, блин, вообще ужас какой, они в одной игре там такого еще вообще не делали, то есть совершенно гигантомания полная, там, и одновременно и коридоров много, то есть, а какой геймплей, столько там много изменений в геймплее, это просто кошмар, да, и самое интересное, что тут нельзя вот просто ходить и в бошки всем открутить, крутить, как в сплинтерселе каком-нибудь, или Крайзис, вот даже вот в игромании какой-то там придурок лысый, он там жалуется на Крайзисе, что типа стелс заключается в том, что он только ножом всех резает, потому что эти жарафоны работают, они ничего не понимают, там в Крайзисе в том же, там были оружие с глушителем, с него как раз тоже металл гейшен, вот приятнее всего убивать было, именно с оружием с глушителем цели в голову каждому из стелса режима, вот, а тут, как бы, чтобы такие уроды жарафоны не появлялись, они воняли, о, что там тупой геймплей, подходишь всем бошки в грудь, а тут сделали впервые наведение, что ты не можешь подходить и просто сзади всех по стелсу убивать, как в любой другой игре, потому что эти, чтобы ты разные способы использовал и так быстро всех не убивал, потому что это же не сплинтер сел, где-то просто вошел в комнату и убил сразу 20 человек на ходу в духе блокбастера в 90-х. Тут, короче, батарейка одна, да, которая сама восполняется, это вообще просто кошмар. То есть фактически одна, несмотря на то, что апгрейды покупаешь, а батарейки все ограничены, то есть она все равно одна сама заряжается, а те они дополнительными, просто там витамины принимаешь, но они очень редко попадаются, то есть даже если ты убил одного человека, ты не можешь сразу пойти и убить второго, ты должен подождать, пока зарядится это, или использовать другое оружие. То есть куча дает альтернативы всему этому. Вот потом проломливые стены, это тоже элемент геймплея, просто проломить стену можно, как и для пояса секрета, и все апгрейдится, видеть там через стены, там прыгать с любой высоты можно, там апгрейд, там хакинг, хакинг, это самое хреневое, ни в одной игре близко не подобралась к такому крутому хакингу, там просто интересно этим заниматься, это не выглядит какая-нибудь тупейшая головоломка, какая-то масс эффект, или любую другую, возьмите какого, альфа протокол, ничего подобного вообще не было никогда по взлому замков, и это тут просто реально взламываешь, ощущаешь, как будто ты взломаешь компьютер, и там ты радуешься, когда тебя не заметили, или наоборот страшно становится, когда тебя ищут, и все это просто вообще и такое разнообразие, причем вот самое наведение крутой психологические бои, то есть если в обычной как бы РПГ просто были базары, ну типа, ну пробазарил, и один правильный ответ нажал, и все тут прям борьба психологическая такая идет, то есть это просто офигенно как выглядит, они даже интереснее, чем, да их и больше, да, чем битов с обычных боссов, потому что обычных боссов там три, и всех их видно в начале, то есть вот, а психологическая борьба, это просто Абдуллена, причем несколько исходов, их есть, например, вот даже самая, первая вот в бета-версии, даже еще, как все помнят, там вот этого одноглазого, можно его заставить отпустить заложницу, можно его там отпустить между заложницей, можно, чтобы он там убил, просто убежал там, а самый лучший вариант просто взять его и убить сразу там, а можно, чтобы он сдался, то есть вообще или там чувак до самоубийства себя довел там и злодей, надо его типа наоборот отговорить, либо там или как бы, или как тебя, чтобы пропустил охранник, вот этот охранник вот, который тебя пропускает в полицейский участок, он потом, да, когда вот это восстание, возвращаешься в Детройт, он с какого-то хрена меня убить после этого пытается, или это не он, короче, вообще этот наркоман, и там куча вот этих психологических поединков, и главное, очень круто сделан вариант ответов, как выбирать, то есть там реально надо думать, какому психологическому портрету персонаж подходит, а не просто, да, масс эффект, ведь выбирать там, там добрый ответ или злой ответ, и причем все они одинаковые, да, а тут они совершенно по-разному, он имеет подход, и прям там есть такой индикатор, какой альфа, бета, и надо быстро заметить, какому он как бы имеет, и надавить правильно, и это Абдуллина, и главное музыка играет, и напряжение идет, да, то есть он по мере всего этого подходит ближе к этому персонажу, и прям чуть ли не в упор потом, и прям напряжение на гитаре, там вообще такое нагнетается, это было просто вообще Абдуллина, вот, города там фактически, где можно ходить, два, Шанхай, или как-то там, китайские, и Детройт, но ты туда возвращаешься несколько раз, вот, потом там есть куча локаций, да, отдельных, там есть Монреал, есть, как бы по ним ходить нельзя, там просто уровни в них, играешь, убиваешь врагов, там, или ходишь, потом на верхнем, этом Чанна Тауне ходишь, там, гигантский, это город будущего, вот, то есть, столько там всего, там, куча, ты такой закрутишь сюжеты, он закручен, чем Мэттл Гир, ты до последнего момента, не знаешь, кто виноват, а ты просто, причем, сделан так, что ты не можешь предположить, да, кто там злодей из них, вначале, потому что они новые персонажи, они по мере продвижения игры открываются, и потом только ты выясняешь, что там с ними происходит, короче, полная конспирация, такая, что ни в одной игре Мэттл Гершина не снилось, как все запутано, то есть, там вообще, там оказывается, там все эти ученые живы, там, а потом все это сделал вообще там свой этот миллионер, главный там, главный босс, то есть, вообще хочет убить всех людей, там, или, ну, как в суррогатах, я так понял, потому что я последнюю заставку так и не смог дойти, вот, да, игра ужасно длинная, то есть, такая длинная, что вот, я вот когда-то вот играл, думал, вообще ее за один день пройти, да, и думал, вот я уже почти игру прошел, то, что, оказалось, это вообще только 10% игры прошел, то есть, это вообще, когда оказывается, что вот этот вот репортер новостей, вот этот, сука, с дефектами речи, это вообще компьютерный интеллект, да, и там, блядь, то есть, вообще прям находишь, прям матрицу этого вообще, не знаю чего, ужаса, SkyNet, да, короче, то есть, что туда не повыхнули, а эти роботы, почему они раньше не додумались им эти механические части делать открытыми, это же гениально, почему раньше же такого, собственно, не было, только каких-то там фильмов жутких старых, прям, и где они будут, как, это такой вот, вообще, и они очень, эти протезы разнообразны, как там есть и военные, и всякие, и прям выглядят по-разному, есть дешевые там у всяких у нищебродов, еще устарелые там, в этом Шанхае, столько там апгрейдов, это вообще, то есть, там открываются те возможности, которые в обычных играх, например, по умолчанию включены, то, что ты видишь, куда враг смотрит, там, последние позиции, там, где он тебя увидел, и герой, он реально, он круче становится, именно в стелсе, он преуспевает очень серьезно, хотя и полностью это геймплей не меняет, например, второй батаре, заряжаемые батарейки, тебе не добавляют, добавляют только, например, убить одновременно двух врагов, вот, тайфун, это охрененная штука, тайфун, боссов можно убить с одного, просто удара этого тайфуна, просто подходишь вплотную, и включаешь тайфун, я вообще, когда еще бы этого играл, я его даже не покупал, но нахрен он нужен, еще и патрона для него нужна, нахрен он нужен, то есть, такая штука в 8 метрах всех убивает, невидимость, она достаточно эффективна, да, хотя и не длится всего несколько секунд, то все равно имеет смысл, там проскочить, лазать через все, но понятно, это не элемент геймплея, невидимость, это просто как бонус, потому что это не Crysis 2 где-то, они могли себе такое позволить, то есть, обдуленно игра, я сделаю прогноз, единственное, прогнозы мои всегда сбываются, только один раз, она 7% фирма ошибся, и то, и то из жарафонов этих, которые непонятно что делают, вот, и короче прогноз игре будет 95%, в среднем по метакритик, но по-любому выше 90%, большинство изданий будут ставить, и по-любому все будут положительные, средних оценок вообще не будет, медикоры, если конечно какой-нибудь не от жиру, вонючий выпустит, или там, блядь, обзор свой, который все уже добанили, за метакритик, геймфакс, этих дебилов не нужно еще и брать в расчет, хотя и без них их достаточно, как я говорил вам, картели опустили, да, как бы на уровень дюки-нуки, да, оценки поставили, я там тоже просчитался, в общем вообще там до 15%, хотя и точных прогнозов не делал, говорил, очень сложно оценивать ее, вот жирафоны взяли, запустили один уровень, тупо им не понравился, и все обосрали эту игру, я эту игру тоже все прошел, делал объективный обзор, в будущем.